Начал я вот здесь косить гены, будем идти, сейчас вы так смотрите потихонечку, увидите. Сейчас пойдем, там у меня косилка, я покажу потом, как она подавать, такая небольшая, блестящая. Типа лезвие какое-то? Нет, не лезвие, там леска крепится, как выходит из этого барабанчика и леска крепится. И как-то она вылетела, почему она вылетела, вот это не понятно даже. Где она вылетела, почему бы она. Вот я пошел так вот сюда, вот спасите это. Так, ну ладно. Так, вы кто будете приехать? Ложкин Андрей Сергеевич. Ложкин? Да. Откуда вы приехали? Ну я схожу в Мурманске. Вот прохожу службу в Севолинском зоне старших на 15. О, вы, как это, по контракту уже, да? Да, да, да. Вот, сам родом с Сосердловской области, город Реж. Учился, вырос в Валопаевске, учился в Екатеринбурге. После Тримурга вот, служил в Мурманске, жил в Мурманске. А вы где, военном училище учились? Да, военном училище, артиллерийское военное командное училище, я в Севолинбургское. В 2010 году закончил. А как вы познакомились, узнали почти здесь? Ну, это было, может, года два или три назад. Я начал видеоролики и генетехнически смотреть. А как вы нашли ролики, как-то просто случайно как-то искали? Нет, у меня там тоже, ну, небольшая трагедия была на службе тогда. Я там чуть не задавил офицера. И вот, и я не сорвался. Слава Богу, что я как бы не сорвался. Я держался в руках, меня поддерживали, всё. И вот я что-то начал задумываться. А если бы я, был бы такой на мне греш? Семейный? Нет, не замужем. Не замужем? Не замужем, не женаться. А сколько лет? 27 лет. 27? Ни разу пока не был. Пора бы уже. Пора бы. Ни разу не надо. Один раз должен быть. Ни разу это нельзя. Я, может, просто критерии слишком большие ставлю. Для женщин, чтобы она не куривала. А-а-а. Это мне один человек, родственник, племянник. Я говорю, а ты какая бы хотел, чтобы избранница была? Ну, чтобы она красивая была. Ладно. Красивая. Чтобы была умная, там, образованная. Чтобы верующая была, христианка. Гостеприимная была. Чтобы детей любила. То есть, где-то до десяти он это я говорил. А у тебя этих качеств сколько? А у тебя есть какие из этих? Ну, не все. А у тебя не все. А ты предлагаешь и выбираешь вот столько бубли такие-то. Ну, мне хочется, чтобы жена была простой. Нет, нет, нет. Она не такая она. Смиренная была. Смирение у нее было. Сейчас у них нету девушек какого-то. Да. Поэтому хочется, чтобы она хотя бы элементарно не курила, не пила и была смиренная. Ну, здесь так. У меня был знакомый один. Сейчас он уже покойный, верующий он был. Сейчас старобрядка. Он рассказывал такой случай, говорит. Ушел в армию, говорит, паренек. Он на заводе работал. В Новосибирске на авиационном заводе. Вот. Вернулся с армии, говорит, хороший он токарь, значит. И, ну, реально, работали мы, говорит. Все, веселый парень, говорит. Это. Я женюсь скоро, говорит, уже женюсь. Все. Там нашел девушку хорошую там. Ну, ладно. Женился. Прошло недолгое время. Смотрю, говорит, он что-то сумрачный, сумрачный такое-то. А я, говорит, к нему, что, Витя, в чем дело-то? Да, почему? Домой прихожу, Наташки. Дома нет. Вот, что-то приходит поздно. Мне говорят, что она там, вроде бы, с ребятами, с солдатами, там, где-то на пляже. Ну, что делать? Ну, а ты где с ней познакомился? На пляже. Ну, завтра придешь, говорит, домой. Если не будет дома, иди на пляж. Там ее и найдешь. Он приходит через день. А как вы, говорит, знали, Андрей? Это что? Ну, пошел, правда, на пляже, там, с ребятами загораю. Так, а что, говорит? Я, говорит, со своей Аней познакомился, я, говорит, в церкви. Вот. Верующим мы помещались. Поэтому, я, говорит, сейчас домой, когда прихожу, ее дома нет. Я еду, говорит, сразу на мотоцикл, еду в церковь или знаю, где больные бабушки лежат, за которым уход нужен. Она там, говорит. Я, говорит, ее на пляж не пойду искать никогда, говорит, никуда. То есть, где познакомился, там и ищи. Поэтому, хочешь, чтоб такая была, то, значит, должна быть только богобоязненная христианка. Тогда все будет. А если нет, то это так. Сегодня так придумали, что гражданский брак. Живем как? Гражданский брак. Почему просто не сказать, живем мы пока два будника сошлись и в будетах просто живем, да и все. Никогда этого такого не увидим. Так, ну вот так вот. Поэтому, самое важное, что в жизни человека поступок, я считаю, что это именно устройство семейной жизни. Это брак. От этого все зависит потом. И семья, как столб государства на семье. А у нас сегодня в России семья тут практически разрушена. Этот столб выбитый, его нет. Официальная статистика по Барнаулу. 80% разводов до года не доживали. Вот зарегистрировались и в течение года 80% уже. Официальная статистика. Понимаешь? Что это такое? Когда говорили, что если 15% будет, то это трагедия. У нас 5 раз будет 15. Опять трагедия. Так. Ну пойдемте. Пойдем посмотрим. Вот. Эти вот березки, липы я садил сам. Все до 1. Все до 1. Все выкапывал, садил. Дом этот сам строил. Тоже все до 1 терапинчика. Там своими руками положили. Большой дом в Москве. Большой дом в Москве. Большой. Так у нас здесь всегда там. Шараписный, когда в праздники и собираемся. садил. Вот это у нас храм и школа. Это здание, единственное, которое сохранилось от бывшей деревни. Это был колхозный клуб. Но сохранились полуразрушенные стены были. Это почти до окон уже были разобраны. Вот. Раньше деревня была здесь. Большая деревня была. Колхоз хороший был. А потом была такая политика партии. Укрупнение сел. Да. Все это. Ну и вот. Некоторые села признавались неперспективными. Вот. И, значит, как бы сказать, уничтожали. Уничтожали просто. Школу закрывали. Убирали там, чтобы были коровники там эти. Где люди могли, чтобы работать. Переводили на другую там в села и все. И села прекращали существование. Поэтому было и наше село. Попало. В 1971 году все оно уже не было. Ни одного дома не было. Еще последний. Вот сохранились только одни стены. В 1991 году я приехал. Первую палатку разбил. За лето мы делали. Первый дом построили. Саман делали сами. Вот. Здесь вот надо смотреть. Сейчас я вам покажу, какая это запчасть. Вот на сегодня у нас 32 человека с детьми. Жители живем. Вот она запчасть должна быть вот такая потерялась. Вот она косилка. Вот вылетела вот эта. Видите, с этой стороны. Вот она все вот такая. Вот она. Вот это вылетела с этой стороны. Назад пойдем еще внимательно. У вас взор лучше. Посмотреть бы. А без нее ничего нет. Все. Считай, косилка пропала. А так хорошая. Она очень хорошо получилась. Где-то вылетела ее. Не знаю. Вот это зерно склад. У нас один фермер старовства деревни Игорь Александрович. Сейчас он сеет там на тракторе. Я смотрю видеоролики. Вот. Вот. Храм. Все мы делали тоже. Сама все доложили. Я же каменщик. Гражданская специальность строитель. Поэтому самим все. Мокировали. Вот. Пойдемте зайдем посмотрим. У нас вот монастырь восстанавливаешь на севере. Специальный рабочий привозит. Нет. Там деньги. У нас ничего не было. Мы сами деньги там убираем. Вот здесь у нас правила. На чем основаны все. Которые должны быть в каждом храме. Да. В каждом храме. Потому что все это видите. Из священного писания. Дальше из этих апостольских и канонических правил. Семиселенских соборов. И поместных соборов. Вот. Вот так вот. Это уже частное как для богослужения тоже. У нас не просто поселение. У нас зарегистрировано поселение. А цель регистрации когда то обязательно цель. Цель такая у нас. Восстановление поселка на православных христианских заповедях. И русских благочестивых обычаях. Вот. А русские благочестивые обычаи такие. Что. Всегда мы знаем. Что женщина всегда в платочке должна быть. Не в брюках. Не в коротких юбках. А в приличной одежде. Мужчина рубашка под плесок. Это всегда. Вот смотрим когда там русские ансамбли выступают. Вы знаете все. Парни все в поясах. Нет сего в брюках. Это правда нету. Это для храма. Храм общего. Какие правила. Вот я вот. Когда видео смотрел на. Ваше. И пытался. К той цель и куда я ходил. В севере. Применили. А нет. Потому что никто не смотрит. Нет. Это невозможно. Это редко-редко. Где есть. Там придерживается. Он и в Москве. Вот я знаю. Один храм. Где там. Очень дисциплина. В центре. Прямо. Москвы. Там стоит храм. На Берсеневке. Никольский храм. Там служит. Архимандрит Кирилл. Сахаров фамилия. Вот. У них там тоже. Придерживаются. Они строго по форме одеты. Вот. Просто так. Хотя там. Как бы. Храм и памятник. Там часто приходят. Экскурсии заводят. Ну. И всех одевают. Подобавящим образом. Чтобы. Никто там. В шортах. Другой. Из неприличной одежды. Не доходит. Закрывай. Заходи. Закрывай. Ерминский храм. У нас храмик. У нас храмик. У нас он великенький. Хороший храм. Все. Но на роду у нас всегда лежит в библии на русском языке. храм у нас есть от демоника медицинского священного мученика, вот это храмовая икона. Мученич 4 века, епископ. Это два грязь дамы с ласточкой жили. В этом году они не поселились, но залетали, но и поселились. А так несколько лет залетали, выводили в кинцовку. У нас здесь сверили, у него закула форта шкафы, и мы не стали их прожить пробовать, так и не было их. Короче, не редко, что было, что же нет. Подожди. Считай сначала. Как вожделенный жилища Твои, Господи сил, истомилась душа моя, желаю во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгается к Богу живому. И птичка находится себе же, и ласточка гнездо себе. Где положить? Залетела, вылетела. Угу. Кажется, на слова получается. На слова. Понимаешь? Улетаем. На слова ласточкой. Улетел. У нас храм деревянный, но у нас птичка не летает. Вот так. Ну вот так. Там, в алтаре уже. Туда вход только посвящен. И сколько просто человек не имеет права поправильно сходить там. Посвящен служитель, никого уже епископ выразставляет. Вот так. Здесь у нас клирос, на правой стороне стоит. А кто поедет, мы снова пойдем в школу. Здесь она закрыта у нас. Вот. Отапливаем печь. У нас воздушное отопление. Вот стоит она печь. И все. И воздух там найдет. Когда нагревается, то гонит. И по потолку он идет туда. И там тепло будет. Ну, нагревается быстро. Даже зимой мы никогда не поднимем. У нас воздушное отопление не холодно, да? Нет. Тепло уже стоит. Здесь для печь. Более прям такая. Это надо для глухонимых здесь. Глухонимых здесь. Я сегодня еще. Она стоит. Подкладываем копейки. Где? Писнопение там, чтение. Ну, у тебя сколько храмов было? День для одной. В глухонимых нет. Перевода. Есть. У нас в Бавнауле. Покровском соборе. Там один сейчас. Только положили семинарист. Там, наверное, монарх. Он знает язык. Это. Тепло перевод. Он во время богослужения глухонимым переводит. Говорит. В Москве есть. Там один храм. Большой. Там все службы. Тоже ведут, когда твой батюшка и диракон. Говорит. У меня там большая община. Это и есть. Ты сейчас в отпуске как-то или как? Да, я сейчас в отпуске. По последующим увольнением. Сальми, уже как у тебя заканчивается контракт? Да, у меня контракт уже заканчивается. Сейчас приеду после отпуска. Так, а какая специальность какая-то есть рядом? Да. Инженер электромеханики. Где сможешь себя употребить? Ну, я сейчас пойду. Сначала в трамвайное депо у себя в Екатеринбурге устроюсь. Угу. Смотрим, что они мне предложат. Ну, я с иску водителя. В трамвай или троллейбус устроиться. А родители какая-то нужны? А родители? Родители не нужны. У тебя нет. У меня есть столько братьев, сколько? Ну, да. С которыми я воспитывался. Ну, воспитатель. Девочки со мной воспитывался. Да. Она у меня. Я к ней ищу. Ей ищу каждый год ежегодно. В отпуск. Я вот отпуск два месяца ежегодно. Я вот к ней постоянно ищу. А сколько лет ты послужил? Пять лет просто. Пять лет учёбы и пять лет. В этом году у нас выпуск два ученика, девятый класс заканчиваем. Вот они экзамены сдавали в математику в зале. Она отличная. А русские все раздавали. Так, это спортзал. Вот такой вот этот сайт на тренингской столовой. Сейчас концерты набираются. Так у нас. Вот один класс. Скорый. Вот. Вы занятия проводите? Я вас видел. Где у вас занятия проводите? А, ну это занятия по воскресеньям проводят. Так у нас здесь и школы занятия. Музыкой занимаются. И фото тут почти не открывается, а? Открывается. Ладно. Ну вот. Здесь вторую вот ещё. У нас есть. Два класса. В этом году было семь учеников. Но в голове в общем не остаётся пятеро. А вот от все ученики. Ну да. Здесь одного несколько классов нет. Это прошлогодние надо фотографии. Вот Алиса и Вениамин. Это они закончили девятый класс. Елизавета и Вениамин. Они девятый класс закончили. А вот Елизавета. Ага, девятый класс. Мы берём. У Василиса и Анфиса идут в восьмой класс. В этом году в восьмой класс. Они потом все одноборки. А этот пойдёт, Исаак пойдёт у нас в шестой класс. Светлые лица. А? Светлые лица у детей. Ага. Светлые лица. Светлые лица. Светлые лица. А что это я не знаю. Как они здесь идут? О, она стирается. Как они пишут это. Понятие энергия вёл начальник XIX века. Энергия с греческого языка означает действие, деятельность. Вот как. Энергия, как работа, измеряется в джоулях. Существует два вида же. Коническая энергия. Потенциальная и кинетическая. Наверное, на последнее занятие много не было. В школах не хватает Божьей помощи. Дети любили учёбу. Вот. Учителя у нас все верующие. Все на нашей общине. Ну и университетское образование все имеющие. Всё. У нас общеобразовательная обыковенная школа. То есть ни с какими неуклонами, ничего. Используйте, что я не знаю. Постараюсь. А я вот как видел, как раз вы сидели. За скалом. Ряд скалом. Ворачиваю. Вот где. Покет. Покет. Цель твоего приезда, это фалаты. Ознакомиться с вами? У тебя сигналный пик, что-то умеется по беседам, реально все еще видеть. Скайпе официальное, а все электронное, а в живую, насыщенность такая беседа. Я бы давно хотел приехать. Ты когда родные, кто-то есть, родные никого верующие? Ну они называют себя, все верующие называют. Но когда я начинаю разговаривать по Святой Библии, меня никто не понимает. Ну это понятно, что не понимают, потому что не понимают и не знают, поэтому не понимают. Ты когда-то принимал крещение? В детстве. Не помню сейчас. Ну кто-то может свидетельствовать это или нет? Да нет, сейчас у нас учительница крестила. Была тогда, она умерла 6 назад. Ну он такой, а было это или не было? Или только так? Как это удостовериться? Это или нет? Все видения какие-то остальные? Нет, все видения нет. Ну были свидетельствики же, свидетельствики, как я. Они тоже не помню. Был класс пятый или шестой, что же находили. Это какой год был примерно? Это, наверное, 2005-й. Ну да, 99-й. Ну вот и время. Ну да. Это уже такое было. Время, скажем, свободы. Угу. Вот она сверху была. Угу. Поэтому я помню, что она спросила, будет пришедать? Нет. И все. И я дальше с тобой, что с нами делаю. Я говорю, что крестик у меня на шее оказался. Это я помню. А так у меня родственники тоже крещённые. Все уже детей сверхкрестили. На шее крестик повесили. Все родственники, братья, сёстры. Так а сейчас работа-то тебя как-то отпустит? Ну да, отпускает? Ты, ну, где-то и сослугу. Да ты сам как-то решил выйти и что? В связи с тем, что ты понял, что не твоё это или как? Ну я... Что-то с чем-то не благодаря этому. Да нет. Я долго думал проливать мне контракт или менять. Потом я побеседовал, потому что мне там тихо вообще. И все. Служба хорошо. Я думаю, что опять все есть. Ну, все какое-то пустое. Вот. Вроде и храм, если вам дали. Манастырь. Мужковый монастырь. Ну, нету ещё духовности никакой нет. Нету внутреннего мира. Есть вот одна плодь и всё. А внутренний мир где? У нас там были какие-то баптисты. Меня пытались на свою сторону перевести. Когда я не знал, чтобы его право стали. Но я что-то стоял на кахме, на выходе в ады. У тебя Библия когда попала в Евангелие в первый раз? В Библию... Вот Библия попала где-то, наверное, год или полтора назад. Но и в Евангелие, или в том что-то. Ну, вперёд будет какое-то ещё написание что-то? Когда? Ну, если только в детстве. В детстве книжки. А вот только... Когда им это... Это вот сознательно. Ты когда сознательно как бы уже осознал, веровал, что Христос это твой Спаситель. За тебя Он пришёл. За тебя на крест пошёл и воскрес. Это где-то около полтора назад. Я пошёл в страну, купил Библию. Прочитал. И вот... Купил и тоже начал раздавать у себя на службе. Где-то около полтора назад. Был... Я осознательно, что надо её читать. Чтобы он узнал, что... Из чего Он состоит. Как и что. Угу. А вот... Даже когда в церкви был, я не рассказывал, что есть... Там... В Библии, которые надо читать. Хотя я ходил в храм. Кому да, у нас возможно было. У нас всегда возможно было. Военных людей. Ну да, возможно было. Пример. В воюете 10 недели участвовали? Нет. Подчислилась недели участвовали. Интересно. Ну... Вот... Сегодня он сообщает. Опять мы там на Украине. Говорит, обострилась. Опять начинаются боевые действия. На России, что Россия там войска была. А Россия там отвечает, что нет наших войскам. Ну, войск права там нет. Но... Помощь все есть, это ясно, что есть. Опять люди гибнут. Разрушаются дома. Все. Страшно в этой стороне. Надо, надо, чтобы прямо если... Время прошло, уже давно не было еще таких мировых. Иначе разжигают надо обязательно. Их тянуть бы Россию в это, если бы мне совоку хотят. Ну, насколько бы у нас были смерти? Я единственное. Увидел смерти? Ну, как-то чувствовал, да. Мы-то солдатиками стрелялись. Мы-то солдатиками стрелялись. Надо думать. Время не было. А у нас с луго за чем ты отвечал? То есть будешь как-то и командир роты, и заманить? Да. Ко мне разговаривали. У него все, да. Угу. Обучаюсь. Обучаюсь с ладиками, боевых техниками. Времени. Ну, а что-то. Что-то не то, не то, не то. Я даже у них изучал. Подчиненных своих. Как правильно примените. У меня в прошлом году в октябре вот ездили мутанты-луганцы. Сколько техники там наворочено. Танки, батареи. Все это. Все это. По дороге-то ездили. Это уже освободили от этих украинских. Это чистая дорога, как бы. Ну, а техники там полно. Какая сила. Взрыв в танк. Везли пашню. Метра на три в стороне лежит. Вся голуба ващена. Так. Каким это? Молотком ударили. Есть такие молотки? В том же. В том же виде надо сидеть. Да. В виде. Какие моменты ударили? Фотографии. 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 Все это много. Фотографии. Ну, как у меня тарг возили? Вот так вот прямиком на службу поездок. Сейчас ты отсюда уже на стол, да? Да. А ты сейчас будешь ехать до Москвы? Да. А там там поездок? Да, там поездок. Вот билеты оплачивать, да? Да, у нас за один год бесплатный поездок. Вот поэтому, когда побежье по знакомству, мы решили сюда, поеду сюда. Ну что? Там был подборезок к замку. Да, поднимал. Там был дом. Решал проехать сюда и не поехал. Ну вот, поехал. Ну что, у тебя какие вопросы, может быть, есть к нам? Вопросы? Ну да. Что не ясно, что-нибудь? Что интересует? Так, ну что, я все. Вопросов, я считаю, подождал тебе храм, побыли. Ну, а по деревне еще здесь тоже. Видите? Жители все у нас занимаются частым. Хозяйством, каждый день столько. Живаю. Сами. Сами. Богатых нет. Ну, Эстония день не голодал. Это точно. Ну, мне кажется, это самое главное все. Сели физически, никто раздетый не ходит. Все нормально. Считаем, что на земле оброгатеть невозможно. Да нет, вот в прошлом году была осень такая, что некоторые урожаи не убрали. Но у нас Игорь убрал хотя бы урожай, а ни одного килограмма продать не смог. Половина за землю пропала. Всего его убрали, урожай. Считаю, в пустую прошло. Только затраты, 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 затраты. Десятки тысяч, там сотни тысяч затрат. А ничего, дохода нет никакого. Вот так вот бывает в сельских хозяйствах. Но, однако, сея опять с надеждой, что что-то будет вырасти что-то. Разрешает сейчас сея. Видите, трактор ходит? Да. Пшеницу сею. Техника старая ломается. Новые купить невозможно, потому что даже трактор по тронадам 2 миллиона 300 тысяч стоит. Такое, как вам нужно. А 2 миллиона – это собрать это. Нам все деревья продать вместе со всеми. И все и не наберешь, чтобы 2 миллиона не пласть. А вот когда служишь, таких проблем, не знаю. Да, конечно. Там где-то платы и паёвки отдают, и жюри. Да, вообще не жили. Тебя не всегда так гордят. Тебя готовить не надо всегда. Тебя все приготовлено, да? Еще и швейцарский стол тебе накроют. Ага. Два блюда на выборах. У нас кто-ли-то. Я знаю. Поковыряюсь еще. Хочу выйти или нет. Я в армии служил. Я служил в Срытии в Москве. Я полтора года был командиром отделения. А полтора года потом был, то меня послали заведующим в ПФС славя. А вот это продовольствие в Славе. Часть. Это в Славе. Ну что, играть в Дельнюю. Пытаться там не за офицерским столом. Там тоже все. Повара там отдельно. Все за склады зависит. Сколько человек делает. Ну, было так. Ну, там был гражданство. Он пропил там. Потом пласта пропил. Ну, меня заведующий. Я верую, что ли? Я говорю, да, вызвали. Так. Пришлось. Три года. Мы еще три года служили. Я три года служил. Рома три года. Это 64-67 год. У меня изо дня в день получилось три года. Служил в Москве. А мы принимали уже двух годичных весов. В общем, меньше, меньше, полтора часа. Один год уже. Да. Так я не знаю. За один год он ничего не успел. Просто только пришел. Да. Поэтому мы вот эту вот сегодня, ну и сельскую работу, как это происходит. То, что он у нас. Что-то там все остается бесплатно. Да. Все хорошо. Ну, что-то не то. Что-то не то. Да. Поэтому, конечно, пока молодой, пока есть еще что-то. Можешь ты привезти какую-то еще билет, или то, что у тебя есть, то, что у тебя есть, ну, совершенно свою специальность как его потребитого. Билет, время не надо, конечно. Ам. Хотя в Эренбурге будешь надо там, значит, в храм. Там у меня служит на Уралмаше, друг мой, отец Владимир, зятя. Я не знаю, как храм называется. Я не знаю, как храм называется. Я не раз как-то был, но он не знает, как это храм называется. Я как-то был, но я не в храме был, но не в одному несколько лет назад приезжал. Уралмаше, на Уралмаше, на Уралмаше. То ли, конечно, слабого родица. Ну, точно не скажу никакой. Там большой храм. Вот он стоять, отец Владимир, зятя. Ну, почему будет так? Ну, он мог уже, не знаю. Ну, то есть за 60 лет. А может. Посмотреть. Посмотреть. Уралмаше, на Уралмаше. Ну, это было в основном Владимирске у нас храм. Я вот его посадил. Там, кстати, спаил. Там было дивное кладбище, нам открыто. Не знаю. Алимпатия была. Это еще советское время. Там храм, это много, это было все. Ну, да. Там, там, на крови-то построили, там, вот такой, где-то, армянный. Хороший храм построили, конечно. Там будет залов. День много, там, да. Ну, да. У нас, теперь город богатый. Конечно. Поэтому храму можно построить. Мы-то собирали все только до копеечки. Все сами делали. Не доставали. Ну, взамен нашел. Все свои вручки. Все делали сами. Ну, правда. Делали не так, по-моему. Второму взамен. Ну, может быть. Где-то можно было и красивее сделать. Ну, у нас и ешел, и милый, так сказать. Для нас. Я говорю, в те храмы, храмы, что она придет домой. Дома милее, как-то роднее. Мне кажется, это не лучше. Да. А там, где богатые такие храмы. У нас все в храме. У нас нет никаких плат. Ничего не продается. Ничего не покупается. Ни свечи, ничего. Мы в Москве покупали. Господи. Делаем свечи. Без заказа не отдаем. Господи. Там делают из Москвы свечи. Вот так вот. Никаких продаж нет. Все тариусы. Смотри, во всем бесплатно. У нас десяти. Сила установлена Богом. То есть, десятая часть доходов – это принадлежит храму. Священнослужителю храму. Каждого верующего в Бога человека. Поэтому не надо там придумывать что-то. А то сегодня придумали по храму визитовое миро. Гиблии. Все таинства требуют, исполняются бесплатно. И дальше. Крещение. Добровольное пожертвование. Три тысячи. Венчание. Добровольное пожертвование. Три тысячи. То есть, бесплатно избавляется. Но добровольное пожертвование – 12 тысячи. У нас ещё там, куда-то храма хожу. Там по минеральной именке есть. На три года, на пять года. И на десяти лет. На десяти лет. В зависимости от лет, повышается цена? Нет, конечно. На десять лет, десять тысяч, что ли? Но это нормально. Если больше понимают обучение. Платить надо. Но это все правда с чем? Церковь должна знать на что-то жить. Потому что там они действительно вести не могут. Почему? Потому что нет постоянного чревства. А там кто? Прихожане. Прихожане. Он пришел, ушел. А больше даже не прихожане, а захожане. Он пришел, едет куда-то с севера, поставил свечи, дал на что-то и все. Думает на этом. И все сделал. Купился, говорит, от Бога. А Богу-то не нужно ничего. Богу нужно, говорит, наше сокрушенное, смиренное сердце. Вот что Богу. Ну что? Пойдемте тогда. Но нам некогда праздновать. Пойдемте. Сегодня еще работу много сделать надо. Я ночью уезжаю, я подумал. Нет. Да, у меня завтра там слуга будет. На слугу. Хотя две ученики здесь я продумаю. Поэтому я в воскресенье одну здесь. Другую там. Так. Через воскресенье получается. Пока нет. Кандидаты есть. У нас трое поступили в семинаре. Учатся за очередем. Может быть хоть один поучится. Потому что у нас нет. Так. Учатся. Так. Учатся. Вот у нас в 2005 году, у нас было 20 лет. Самые богатые годы у нас. А вот в 1997 году два ученика было. Всего два? Два. Вася и Маша. Они сейчас в Греции. У меня переложительство в Греции. Семья уехала. У нас и годами получается, да? Мало? У нас сейчас. Поговорим. Наверное, сейчас в Греции. В 11 году. В Греции. Он ходит. Люди, которые уехали. Семья. Была семь детей. Они уехали. Ошиблись. Они туда попали. Поехали. Туда попали. То есть у нас. Некоторые семьи уехали. Три семьи за границу уехали. Одного в Германию. Одного в Францию. И Греции. Три семьи. Семьи за границей. От нас. Некоторые люди уехали. Приехали. Ошиблись. И не туда попали. Их не устраивает устав. И область жизни здесь. Уехали. Некоторые были за нарушение уставов. Просто мы попросили, чтобы они покинули. Пусть выселились. Вот. Такое было. Поэтому мы не за то, чтобы было много. Нет. Не надо много. Пусть будет меньше. Чтобы это было. На радость играть. Во славу Бога. И на радость живущим здесь. Здесь. Виктор Николаевна, Учитель Финин. И Филин. Преподает. Он в музыке хорошо играет. Все. Спокойно, готово Спокойно, готово Спокойно, готово Спокойно, готово Спокойно, готово Спокойно, готово Спокойно, готово